Более 20 лет в Полевском проводится спартакиада для людей с ограниченными возможностями, которые всегда доказывают, что они сильны духом, с закаленным характером и волей к победе. Сотрудники физкультурно-спортивного комплекса, как всегда, со всей ответственностью подошли к подготовке и организации спартакиады. Помимо этого, по распоряжению управляющего директора Северского трубного завода Михаила Зуева, в Доме спорта ведутся работы по приведению спортивного объекта в удобное для посещения инвалидами место, чтобы они не чувствовались и обделенными, и могли заниматься спортом наравне со всеми. Я думаю, на душе у вас у всех и у нас тоже хорошее настроение, потому что сегодня есть шанс встретиться всем вместе, пообщаться, получить такой заряд бодрости и хороших эмоций от своих результатов. И самое главное, наверное, задача сегодняшнего дня – это расширить границы своих возможностей, своих привычных возможностей, которые день за днем у нас есть и у вас тоже, и сделать что-то для себя новое. На таких спортивных праздниках присутствуют только мужественные люди, которые служат для нас примером по преодолению трудных жизненных ситуаций. Безусловно, традицию проведения подобных праздников в Полевском мы должны сохранять. Дорогие земляки, сегодня для вас главное не победа, а участие и возможность пообщаться друг с другом, с вашими друзьями. Вы действительно настоящие патриоты своего города, своей родины. Вы настоящие сильные духом люди. И мы горды, что у нас в городе действительно развивается такое движение. Я желаю вам искренней счастья и всех благ. Всегда очень организованные и ответственные люди с ограниченными возможностями. И в этот раз с огромным желанием пришли на стадион труд. Возможно, кого-то испугала пасмурная погода, и они побоялись прийти на соревнования. Но основные участники всех подобных мероприятий не смогли пропустить спартакиаду. У нас же еще и зимняя спартакиада точно такая же, декада инвалидов. И помимо этого у нас же там и спортивный зал самих работает. То есть они заобщаются все равно и знают об этом мероприятии всегда. Всего более 40 полевчан приняли участие в спартакиаде. Люди с ограниченными возможностями всегда с нетерпением ждут, когда снова смогут встретиться на подобных мероприятиях, пообщаться. Для многих молодых ребят, конечно, очень важны победы. Потому что это толчок на соревнования областного уровня. Нужно отметить, что спортивная жизнь у людей с ограниченными возможностями очень насыщенная. Причем они принимают участие не только в соревнованиях, проводимых в нашем городе, но и по всей Свердловской области. Да и представляют полевчане свой город на областных соревнованиях весьма достойно. Вообще у нас этот год очень много было выездных спортивных состязаний. У нас был и Тобольск, Николай Милников, первое место среди УРФО. По очень редким видам, которые у нас еще, к сожалению, не проводятся, мы будем вводить на следующий год их. Это и Среднеуральск, вот четвертое место команды и индивидуальные двух ребят. Через неделю буквально мы верхний Пышму и детям смогу. Через две недели у нас состязание Свердловской областной. То есть спортивная жизнь очень активная. Притом виды разнообразные, начиная от легкой атлетики и заканчивая тяжелыми видами, такие как тяжелая атлетика даже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова